Приветствую вас! Поскольку вы не являетесь специалистом, то помочь вы человеку не можете в этом никак. Если вы будете пытаться помогать, вы можете сделать только хуже. Все, что вы можете сделать, это принимать его такую особенность, тем более, если она повторяется. Ну, то есть, если систематически это повторяется, да, и уже, как бы, более-менее понятно, как это все происходит. Вот, просто принимать такую особенность, но помочь ему нельзя никак, если он не считает, если он не считает это проблемой. То есть, ему самому нужно обратиться хотя бы сюда на сайт и попросить, помочь рассказать свою ситуацию, тогда, в принципе, можно будет ему помочь. Вот, вероятно, нужно будет действительно обратиться к врачу, но, в любом случае, человеку самому нужно что-то делать. На момент в том, что вы сами себе не доверяете, раз, потому что вы не можете определиться с действием, вместо ответственности со своими ценностями. С другой стороны, вам нужно изменить человека, вам будет что-то требовать от человека, чтобы действовать самой. Исходя из этого, я, ну, рискну предположить, что вы пытаетесь какую-то свою проблему, например, проблему своей тревожности или страха остаться одной, решить, знаешь, за счет молодого человека. Вот. Это не то, чтобы гуманно, гуманно-негуманно это решать уже не нам. Это, скорее, очень деструктивно для вас, потому что всегда вы будете зависеть от мужчины, вот, от другого. И получается, что вы не самостоятельны, а получается, что вы не свободны. Вот здесь. Вот. Собственно. Собственно. Вся проблема. Дальше. Диагноз никто дистанционно-дистанционно ставить не будет, тем более по описанию близкого человека, то есть другого человека. Нужно смотреть непосредственно на человека, у которого ты есть, и учитывать, делать какие-то выводы. Так вам никто диагноз ставить не будет. И, соответственно, вышибать состояние тоже, потому что, опять же, повторюсь, повторюсь, дело здесь не в гуманности. Гуманно-негуманно это решать не надо. Дело здесь в том, что это абсолютно деструктивно, это очень, это неэффективно, это деструктивно, это... Постоять разу трата времени, по большому счету. Основной момент это ваша подвешенность, неопределенность, тревожность, недоверие себе и страхи, с которыми нужно работать. И, повторюсь, не принятие особенностей молодого человека. Что касается помощи, изучите, пожалуйста, треугольник Карпмана, вот, для того, чтобы получить некоторое представление о том, в какой позиции вы на данный момент находитесь. И вам нужно из этой базы выходить через принятие личной ответственности, через разрешение своих собственных конфликтов, через работу со страхами, переживаниями. И, возможно, вы в себе что-то не принимаете, ничто переносится на молодого человека и выращается в виде того, что вы в нем что-то не принимаете. Ну, повторюсь, это все лишь только гипотеза на данный момент. На этом все, и я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!